На этом этаже у нас есть лекционный кабинет, но он такой, именно посадочная, места без партнера. Поэтому нам всегда удобно в первом кабинете, и там мы вас и будем встречать. Встречать, ясно. А здесь хотелось бы, конечно, буквально минуточку показать. У нас есть зал школьный славы, чуть-чуть остановимся, и вот как раз звонок, пройдем вниз. Людмила Николаевна у нас почему-то преподавала. Никогда пришла, не была директа. Она на юбиле, да, на юбиле она придет. Значит, вот это получается, вот в парк с Галиной учился, помню. А потом у нас отучились все. Это все ткаченко, да? Да, ткаченко. Целая династия, да? Да, да, да. Вот Владимир Иванович, вот самый младший Шельнемов, закончил у нас в 11-м году. Тема, а сейчас он учится, ну, он тоже в медицинском по поводу. Позиция будет, наверное, отца. Вижу, я жил, я знаю ее, за ним он все. А вот я помню, раньше здесь где-то вот любимый директор. Здесь учительская. Это наше поделание, да? Глазная радость. А, это вот именно к этому событию? То есть, я правильно понимаю, вот это все сделано руками наших детей? Да, здесь ничего нет. Сделано бы руками педагогов и взрослых только идеи, может быть, направление и помощь пока. А так вот, это все работа наших учеников. Наша школа, первая школа, одно из старейших образовательных учреждений города и действует с 1965 года. То есть, мы будем осенью отмечать 50-летний юбилей. И за годы своего существования школа выпустила более 4 тысяч выпускников. Из них 120 человек закончили школу с золотой и серебряным юбилей. Чем живет школа сегодня? Долгое время, длительное время, в школе было обучение углубь умное изучение математики, физики. С 2006 года школа на старшей ступени ведет обучение по профильной программе в рамках физико-математического и химико-биологического профилей. И вот наш первый выпуск, кроме того, у нас еще организован сейчас двухпрофильный класс. Это буквально считанные школы по всей области. Двухпрофильный класс, который включает в себя группу физико-математического профиля и химико-биологического профиля. Первый выпуск состоялся в 2010 году. И вот в этом году уже получается шестой выпуск будет. Ну и мы, конечно, можем гордиться, потому что показатели обучения выпускников, их качество знаний, сдача экзаменов и поступления в учебное заведение говорят о том, что педагогический коллектив, ну, реализует себя в выпускниках. И, конечно же, неурочная деятельность, не классные мероприятия. Школа живет. В настоящее время вместе со всеми мы активно готовимся к 70-летию победы. Ну и тематические периоды у нас проходят. Вот такова наша жгольная семья. Приятно слышать о тех достижениях, которые сегодня в моей любимой первой школе происходят. Я этому очень рад. И вообще рад вас увидеть здесь. Извиняюсь, что, может быть, не сразу после избрания пришел. К тому есть, были определенные причины. Мы вот разговаривали, я о них, в общем-то, сказал. Но сейчас уже нужно было. Я уже давно хотел к вам прийти. Извиняюсь за то, что получилась у нас накладка. Получилась по тому дню посреди. В среду у нас было заседание Совета депутатов. Один из ваших педагогов у меня даже на премию был. Она так прозорливо меня отметила. Говорит, Александр Иванович, вы, говорит, успеете Совет депутатов провести? Ну, если так, как было у нас, быстро-быстро, то успеете. Я говорю, ну, у нас-то быстро-быстро не получается. Ну, постараемся. Ну, я думаю, что мы к этому времени уложимся. Но, действительно, проблемы мы рассматривали очень сложные, очень тяжелые. Они для города, но я считаю, что они для города важны. Это потому что, если кто помнит, первое мое интервью, которое я дал после его избрания, когда мне журналисты спросили, что же все-таки самое главное, вы считаете, я ответил, что самое главное – это культура. Культура во всех ее проявлениях. Конечно же, она пронизывает все сферы деятельности. Если мы сегодня будем говорить о ней в целом, то вы сами видите, что происходит, что как раз именно со всех сторон, со всех позиций, именно по этому основному, основополагающему, который отличает человеческую цивилизацию от всего остального, наносится удар. Это вы видите по украинскому факту. Но есть культура и бытовая. Мы как раз вчера рассматривали проблему нашего общежития, помните, как у Булгакова, квартирный вопрос сгубил москвичей. Но я думаю, что квартирный вопрос кингисепсов не загубит, мы будем эти вопросы решать. Они сложные, они проблематичные, поэтому вчера действительно состоялся такой длинный, тяжелый, сложный, но очень нужен для всех разговор по поводу обслуживания нашего жилищного фонда. Поэтому я еще раз приношу свои извинения по поводу моего неприхода в среду 8-го числа. Хотел принести вам свой роман. Сейчас его читают. Эту книгу, это третья моя книга. Первую книжку я написал в 2007 году. Эта книга называлась, издавала ее Академикой Президенте Российской Федерации, называлась она «Политическое признание предпринимательства России». Там я как раз говорил о том, что необходимо должное правильное внимание определение места малого и среднего бизнеса, треативного краткласса, игнорирование этих интересов может привести к определенным социальным событиям. Определенная часть статей была опубликована в газете «Время» из-за пикночки. И вот так уж получилось, что именно в дату 15-летия руководства Российской Федерации президентом Владимиром Владимировичем Путиным вышла моя третья книга, но это уже художественное произведение. И 26 марта на заседание правительства Ленинградской области первая такая традиция у меня, все выходящие книги я в первых знаках дарю вам Александру Юрьевичу Дрозенко, независимо от того, как ты его должен занимать. И вот последнюю книжку уже я вам подарил, это как раз был на заседании правительства 26 марта. Почему не принес? Потому что хочется услышать мнение специалистов, которые сейчас читают, так как это все-таки роман, там все, конечно, в корректности, в личной форме, как специалисты по этому отношению, но все-таки показаны любые мужчины и женщины. Если говорить о городе Кингисеппе, в Кингисеппском районе, то у нас очень активно развиваются индивидуальные виды спорта. Это бокс, пантери, так далее, так далее. Есть идея и мысли по этому поводу сделать определенный факультатив, как программу. Факультатив, но он будет не по желанию, а принудительно по желанию, чтобы наши мальчики, молодые ребята, проходили, которые по здоровью сегодня соответствуют вот этим предъявляемым требованиям, проходили дефакультатив, то есть получали навыки в различных видах единоборства. И, в общем-то, кто-то здесь, если кто-то решит остаться, заниматься дальше, то, пожалуйста, нет, но, по крайней мере, будет действительно настоящий мужчина и способен защитить и себя, и женщину, и другие товарищи. На сегодняшний день мы живем на нашей малой родине, которая имеет колоссальную историю, 630 лет к Ингисеппу. Это о чем-то говорит, как один из наших Ингисеппцев, с которым я общался, сказал, когда я говорю, почему же вы Ингисеппу сравниваете с Санкт-Петербургом? Я говорю, там стоит 5 миллионов, а у нас всего 50 тысяч. А у вас такие критерии и требования. Конечно, в Тюргоге бюджет, бюджетонаполняемость, собираемость и объем бюджетоплательщиков несопостоимо выше. Вы сравниваете. Даже с Ленинградской у страны полтора миллиона или пять миллионов. А он сказал, Александр Иванович, Ингисепп старший. Я вот только сейчас, прежде к вам прийти, я встречался с отцом Александром, мы у вас определенные вопросы обсуждали, говорили, и я ему привел пример Штиглица и Елисеевых, когда мы говорили об ответственности сегодня российского бизнеса, о его помощи и малым мощам, и поддержке других программ и направлений. В чем это заключает? Вот у нас тоже есть разрушенный храм, сами знаете, на старом кладбище, и есть человек, который устроен полянский купец, да? Само восстановление этого храма и пропаганда того, что храм все равно восстановится, и то, что этот человек не забыт, это одна из таких важных и государственных направлений и воспитания в бизнесе и ответственности, понимания того, что не надо вести себя как слон в посудной лапке. Нужно брать пример с тех наших предпринимателей, из нашей истории, она неразрывна, она нас учит и говорит о том, что игнорировать историю ошибочно неправильно, да? Можно так выразиться. Поэтому вот это направление, если на примерах наших, даже посмотрите, наших старателей, которые сегодня проживали на Кенгисепской земле, у нас очень много людей сегодня, которые работают, которые сегодня находятся и в органах власти, которые сегодня приносят значительную пользу, но их роль и значение в Кенгисепском районе не до конца священа и многие, будем говорить так, сказать, не знают о них. Я это вижу. Более того, я могу даже вам привести пример, одни из примеров вот этого. Вы все прекрасно знаете, какой у нас сейчас огромный кластер, какой у нас огромный промышленный комплекс развился, репортовый портусловий, да? Я помню и знаю, как это начиналось, вдохновителем и человеком, который сформулировал эту идею, был наш земляк. Вадим Анатольевич. Молодые люди не стремятся идти работать в школу, и поэтому их надо чем-то привлечь. Что делать будет наше руководство для привлечения молодых кадров? Такая программа у правительства Ленинградской области есть, потому что вы понимаете, что это финансирование осуществляется из субъекта федерации, но программа по поддержке учителей и привлечения специалистов для школ есть. В этой программе, даже если я не ошибаюсь, участвуют Кучкинские университеты. Вы бюджет делите. Выложите, пожалуйста, в какую-то часть бюджета дорогу нам сделайте. На нашей школе мы бьемся. Мы даем вам след. Последние несколько лет не доводит вода. Можете приняться, почувствовать. Вот. Как этот вопрос решить? Я не знаю, как этот вопрос решить, но я рядом с основным кабинетом мужским располагаюсь, и меня это совсем не радует. Мы этим вопросом будем заниматься. И когда вот сейчас мы в кабинете директор разговаривает, я и вам могу сказать, и это я говорю везде, и я этого не стесняюсь, мне путевку в жизнь, образование, которое, среднее образование, которое я получил, я ему благодарен этому образованию, не с золотой медалью, не с серебряной, не с какой, а просто, так сказать, с синеньким дипломом, со свидетельством, с различными оценками. Вот. Но все равно я это говорил и буду говорить, что образование я получил качественно, и результат этому тому, что вот вы видите мою биографию, то, что я в жизни достиг. И то, что образование, какое я здесь получил, оно мне позволило себя реализовывать дальше. И поэтому, конечно, Кингисепска, школа номер один, которая дала мне образование, которая дала мне путевку в жизнь, для меня будет приоритетно. Первая школа номер один, Кингисепский бокс, это приоритеты. Ну, я имею в виду английский, традиционный бокс, у нас там все различные разновидности есть. Конечно, все виды спорта нужно поддерживать, но традиционный бокс, это олимпийский вид спорта, и у меня, я и коллегам всем говорю, что давайте, в первую очередь, сказать еще бы, что все олимпийские виды спорта должны, в первую очередь, иметь поддержку. Все остальное уже, по мере возможностей и все прочее. И самый главный приоритет должен быть, если эти виды спорта, эти клубы оказывают, то есть ведут занятия бесплатно. Сегодня Кингисепский бокс, на протяжении уже 20 лет, репетички там занимаются бесплатно. Я всегда, по мере возможностей, и личных, и финансовых, в этом проекте участвую, буду участвовать. Мой депутат, коллега Львова Татьяна Викторовна, недавно старшая мама, родила мальчика, еще одного нашего, так сказать, сподвижника, который будет помогать России, в общем, она пошла по подвалам, пошла по подвалам своего округа. Я, честно говоря, не знал, что она пошла, но у меня было свое понимание этого. Сейчас я уже заканчиваю округ, осталось немного домов, там порядка 4-5 домов, всего у меня на округе 14 домов, и это зеркальное отражение всего Кингисеппо, потом мы собираем все эти структуры, обсуждаем все эти алгоритмы, как мы будем двигаться. Мы не наладим работу с домами, если мы не создадим там советы домов, которые будут контролировать, помогать нам контролировать управляющую компанию, так как 44 депутата, а я ко всем домам не поставлю. Даже если администрацию мы еще попросим и все вместе встанем, мы не закроем ее. Без помощи кингисепсов мы с этим не справимся. Это первое направление. Второе направление, как вчера при обсуждении выяснилось, это, конечно, нужно усиливать административную ответственность. Те люди, которые сегодня, вы говорите, эти же бутылки бросили же наши кингисепсы. Правильно? Ведь чисто не там, где не бросают. Поэтому вот в целом, плюс журналисты, СМИ, и будем показывать. Будем устанавливать эти факты. Здесь же не только граждане, тут есть и организации, есть и предприниматели, и так далее, и так далее. Если будет целая вот эта система налажена, если мы будем за это, будет доходить до логического конца, и люди, которые у нас сегодня мусорят в городе, если будем так говорить, будут нести ответственность за это, движение пойдет. Движение пойдет. Я просто в этом уверен. Потому что, вот, возьмите, пожалуйста, ту же народу. Там 90% просто проживают. Но они же не бросают. Потому что они понимают, что если он бросит бумажку, значит, он будет за это платить штрафу. Вот и все. Вот сегодня я с самим журналистом разговаривал. Здесь и техника нам поможет. Будем выявлять вот эти очаги, где у нас сейчас в городе основные, так сказать, объекты, часто мусорят. Будем ставить туда камеры. Следующая проблема, я эту проблему задал непосредственно управляющим компаниям, которые занимаются городом, по дворникам. Сегодня дворники не так много получают. Не так мало, как они считают, кто платит. Но не так много. Хотя у меня неподтвержденная информация, что дворники вообще получают там где-то 7 тысяч. Но вчера мне озвучили цифру в 13, от 13 до 20. Они ее озвучили. Но мы же проверим, насколько это правда. Ведь если... У них территории просто большие, их мало, и у них огромная территория для уборки. Правильно вы говорите. Следующий вопрос я задал. Какую территорию сегодня убирает дворник? Мне разумительного, окончательного ответа не было, но у них получается бригадный метод. Получается такая ситуация. Дворники прошли, прочистили, а следом прошли на мусор. Может нужно все-таки посмотреть, каким образом. Посмотреть нормативы. Раньше же было как, что за определенным количеством домов, но говорят, что, как мне сказали, что раньше было за каждым домом дворник. Но это получается целая ароматом дворник, у нас какой жилищный фонд. Ну и плюс все-таки малые механизмы есть, тоже нужно мне на рель. Уже мы живем на границе с Европой. Есть же уже пылесосы, которые выбирают. Ну я имею в виду, которые на плечо. Их в Москве нет. Ну их в Москве нет, а у нас они будут. Но дело все в том, что много, много современных технологий, которые сегодня можно использовать. А вот вы представляете, если в каждой, каждого полицейского, каждого полицейского поставить, вот есть, есть уже такие изобретения, поставить специальные механизмы, которые вырабатывают энергию. По этому поводу много таких аспектов, когда говорят, что жилищно-коммунальная сфера, она убыточна, это разговор в пользу бедных. Она может быть прибыльная, но не надо обязательно все это, с одной стороны, уходить в тарифную политику. Хотя она тоже, нужно быть честным, и нужно вовремя, потихоньку, с учетом, ведь в тарифной политике инфляция тоже присутствует. А очень часто бывает из-за популизма не идут на вот это повышение вот этого информационного процента. Он копится, копится, держит, 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 а потом слишком высоко повышает. В целом я могу сказать, что я никого не защищаю, я никого не оправдываю, но то, что город все-таки с городом работают, это да. Недостаточно работают, тоже да, но для этого должны мы все вместе на это внимание обращать. Но когда вот тот, чисто такие иждивидческие отношения, вы придите, вы нам сделаете, и все прочее, 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 это неправильно, потому что сегодня, к сожалению, мы же не отстояли Советский Союз, мы же не вышли на улицу и не сказали, нет, мы против, мы проголосовали на референдуме, а Союз не отстояли, а теперь у нас часть поколения говорит, ну вот тогда все условно себе государство, но такое же это государство не защитило. Его нет теперь. И вы теперь собственники этих квартир, а в законе, как сказано, собственник квартир несет ответственность за содержание своего имущества, а есть еще понятие общедомового имущества, и когда я вот даже на выборах, когда мне задавали вопрос, отремонтируйте мне подъезд, я говорю, не гарантирую, что отремонтирую, во-первых, надо понять, сколько в подъезде муниципального жилья, если оно есть, тогда есть возможность заняться этим, а если нет, тогда только ваше уже участие, вы собственники, вы должны этот подъезд ремонтировать. Кап-ремонт от текущего ремонта отличается. Значит, я, вот мое предложение было, я как-то тогда еще, когда эти только разговоры начинались, я уходил, так сказать, в пол экспертов, консультантов и так далее, я говорил о том, что нужно создавать, открывать фонды непосредственно на территории. А для общего котла, так называемого, который в области, оставлять какие-то проценты. Сделали полностью в области. Но сейчас уже есть понимание, о чем эксперты говорили, в том числе я. И губернатор это уже озвучил, что сейчас обойдет работа над тем, что где-то в порядке 70% будет оставаться на территориях, в городах, в районах, а 30% этого фонда будет уходить туда, чтобы этими деньгами манервировать и направлять их на прорыв там, где это необходимо. Благодарен судьбе, что я получил это образование, я получил это образование удающих сервистов. Я учился у профессора Алексеева Сергея Сергеевича, который писал Конституцию Российской Федерации. Я учился у Октября Александровича Красавчика, который являлся личным консультантом Громыка по собственности России за рубежом. Я учился у Зоркина, который является председателем кондиционного суда. Я учился у Сакова, который очень долгое время был руководителем аппарата Государственной Думы. Я благодарен этим учителям, которые меня научили понимать право. А что такое право? Право это продукт человеческой жизнедеятельности, благодаря которому цивилизация решает вопросы в рамках общения, в рамках диалога. Шипит круглосыточно. Как только хоть небольшой дочь, здесь у нас склеит. Это течет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ